Приветствую вас. Во-первых, я не думаю, что вы сходите с ума, потому что вы понимаете, что как бы отделяете себя от той патологии, которой вас наблюдает. Это первое. Второе. Страх смерти близких означает, я бы сказал, подавленную потребность в свободе. То есть вы же не будете, я надеюсь, спорить с тем, что мысли подобного плана возникают у вас, ну, не случайно, да? То есть я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что мысли подобного плана возникают у вас не просто так, а, соответственно, ну, что-то, хотите сказать, вы, вам, точнее, послание ваше, хочется что-то сказать, и, соответственно, очень, очень важно понять, что стоит за этими самыми мыслями. Как правило, как правило, за ними стоит потребность именно вот в свободе. Это означает, грубо говоря, что вас, ваше окружение, ну, в некоторой степени как-то ограничивают, как-то подавляют, вот, и так далее. Понимаете, какая штука. То есть это вот необходимо учитывать обязательно. То есть необходимо вот увидеть и определить, что стоит конкретно за этими мыслями, да? Следующий аспект, который я увидел, это то, что вы пишете, значит, всех близких очень сильно люблю. Вот, это очень сильно люблю, похоже, я подчеркиваю, похоже, я не утверждаю наверняка сейчас, просто, а, просто похоже. А, значит, что вы через всю, значит, растворяетесь в них. Понимаете, какая штука. Вот. То есть вы через чур в них растворяетесь, через чур вы, по-видимому, ну, может быть, нуждаетесь в них, вот, как-то так. То есть этот момент тоже очень важно определить, чтобы вы, чтобы, ну, отделить вас через чур от чрезмерного сближения с родными. Вот, потому что ваше подсолнение, значит, ну, подсказывает вам, что вы нуждаетесь в освобождении. Вот. Дальше. Вы пишете, что началось это у вас полтора года назад. Значит, полтора года назад что-то произошло. Какое-то событие. Вот. Вот. Нужно и исследовать, что за событие произошло у вас полтора года назад. Вот. Вот. Вот и, собственно, всё. Вы на него так отреагировали на это событие. Вот. То есть она вас травмировала. Далее. Следующий важный момент заключается в том, что мысли у вас, как я понял, самого родного характера. Вот. И нужно определить, а что ещё, помимо страха от смерти близких, вы испытываете? Насколько вы самостоятельны? Насколько вы привязаны к твоим родным? Вот. Боитесь ли вы, например, ну, боитесь ли вы, например, одиночество? Если боитесь, то из-за чего, почему? Вот. Это тоже проблема. Её тоже нужно решать. Да? То есть больше полагаться на себя. Дальше. Вы пишите, что я живу в страхе, что просто когда-нибудь сойду с ума. Вполне возможно, что вы действительно хотите стоять с ума, чтобы, опять же, избежать ответственности определённую. То есть её на вас вот слишком много, по-видимому, разлагаю, да? Вот. А, видимо, мы её слишком много этой ответственности. Вот. И вы хотите, хотите от неё как-то абстрагироваться. Вот. То есть это, в принципе, нормальная такая позиция, естественно. Главное, на мой взгляд, увидеть, что лежит за этой позиции и, собственно, что вы хотите. Вот. Ну, а навязчивые мысли сами по себе – это, конечно, история про то, что вы должны. Вот. Навязчивые мысли сами по себе – это история про то, что вы хотите, но что вы себе запрещаете. Вот. К сожалению. Вот. То есть это вот тот момент, который, ну, на мой взгляд, нужно посмотреть. То есть навязчивые мысли, грубо говоря, возникают в тех раз, когда вы, к примеру, не свободны. Вот. То есть если вы не свободны, если вы чувствуете какие-то ограничения, вот, то навязчивые мысли возникают. Вот. Это такой достаточно противоречивый механизм, который пытается, ну, демонстрировать вам, ваше подсобнование, таким образом. Вот. Я думаю, что вы двигаетесь несколько вот, ну, не в ту, не в ту сторону, не туда вы двигаетесь. Вот. Значит. В принципе, в принципе, а на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Основные аспекты я вам озвучил, которые мне видятся, ну, ключевыми в вашей ситуации. Вот. Подробнее нужно разбирать. То есть подробнее нужно исследовать. В индивидуальной беседе это можно сделать. И избавить вас от навязчивых мыслей можно достаточно легко. Если есть, грубо говоря, понять, что скрывается за вашими собственными мыслями. То есть, что вы хотите, что вам нужно, в чём вынуждается. Вот. Эмм. Такая вот история. Значит. Эмм. Вы можете, можете обратиться к любому из экспертов, эмм. Который придёт вам по душе. Вот. И каждый из нас будет рад вам помочь. Эм. Если у вас остались, эм. Вопросы. Дополнительные. Эм. Вы можете, эм. Эм. Задать, эм. Мне их в личку. Вопросы. Я буду рад вам ответить. Эм. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Ну и хочется, наверное, сказать о том, что, Эм. 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 Ничего не делать. Так. Так. Ну, не работать. А. С вашими мыслями, да. С вашим состоянием. То, впоследствии, ситуация может загубиться, действительно, вплоть до патологии. Вот. Поэтому, лучше, наверное, всё-таки не доводить до этого. Да. Лучше, наверное, всё-таки о себе позаботиться. Вот. И, мне кажется, если вы о себе позаботитесь, в общем, то ваша проблема решится довольно быстро. Это вы сделаете хорошо и своим близким, который, я уверен, сейчас переживает за вас. И себе, собственно, тоже. Удачи вам. И всего самого доброго.